всем привет вы на канале урал спецтран сегодня у нас в обзоре две единицы седельных тягачей в чем разница мы опять все с вадимом ищем ищем отличия вместе с вами добрый день но я думаю опять скажет о сто раз ходила вокруг него ничего такого нету что снимать я увидела ну ладно сегодня покажем у нас тягачей таких не было они вот первых три штуки пришло это уже модель 2023 года с кабиной x3000 когда же у них в официальных документах написано x3000 рестайл то есть это обновленная обновленная кабина с новым интерьером вот как они с завода вышли в китае то есть это седельные тягачи производства завода шахман у нас же есть седельные тягачи производства нашей компании урал спецтран вот они немножко отличаются по своим техническим возможностям и параметрам ситуационным то это мы сейчас рассказываем про тягачи именно в штатной комплектности в заводском исполнении как они пришли из китая ну для сравнения мы поставили их вот два рядышком это две две новых модели одна у нас получается на стандартной справа от меня это стандартная двускатная шиновка шина шинах размерностью 315 на 80 на 22 с половиной слева от меня и от оле это будет односкатная шиновка на шинах 14 2 0 r20 нагрузка допустимы на одно колесо на односкатной шине составляет 5 тонн соответственно полная масса этого автомобиля не более 30 тонн но это по грузоподъемности шин а на самом деле по одобрение типа транспортного средства полная масса тягача именно в исполнении в заводском исполнении полная масса не более 25 тонн то есть оба этих автомобиля и слева и справа что на односкатной что на двускатной шиновки полная масса у них не более 25 тонн ну соответственно шиновка подходит двускатной естественно однозначно односкатная без всяких ограничений под полную массу до 25 тонн у них удлиненно колесная база предыдущие все варианты и шасси и тягачей с это была самая короткая колесная база 3775 миллиметров эти тягачи которые сейчас перед вами колесная база 3820 миллиметров то есть целых получается 40 45 миллиметров колесная база увеличилась снаряженная масса обоих тягачей для порядка 12 тонн что на односкатной что двускатной шиновки полная масса до 25 тонн нагрузка допустимая на переднюю передний ведущий мост семь с половиной тонн и на заднюю тележку двадцать три с половиной тонны здесь у нас на тягачах на обоих у нас установлены седла одинаковые седельно-сыпные устройства производства компании хиво вот шильдик соответствующий на нанесен на седельно-сыпном устройстве и размерность у него подшкорень три с половиной дюйма в заводском исполнении тягачи вот как как они к нам пришли они не имеют держателя запасного колеса это делаем мы только мы папа после нашей доработки то есть тягачи которые производства компания раз спецтранс они у нас выходят сидели с держателем запасного колеса за кабиной здесь держатели не предусмотрены поэтому колеса в таком технологическом варианте капитально на проволочку привязана седельно-сыпном устройстве то есть вот сразу видим установлен звуковой сигнал за задней поперечиной который автоматически включается при включении передачи заднего хода на задней поперечине то есть выполнен скос стандартный скос для сидельных тягачей но задняя поперечина не имеет никаких средств для оказания помощи ну или для ну как короче никаких буксирных проушений и крюков не предусмотрено рама прямая у всех автомобилей шахман рама прямая начиная от кабины и до заднего свеса никаких изгибов и в передней и задней части у нее нету ширина рамы по по наружным по наружным вертикальным полкам рамы 850 миллиметров высота рамы высота рамы здесь 300 миллиметров и также но вот как и раньше было на на предыдущих моделях 22 года то есть внутри установлен в раме установлен вкладыш и соответственно рама состоит из вклад из внутренней внутреннего вкладышей и наружного лонжерона то есть два по 8 2 по 8 миллиметров суммарная толщина 16 миллиметров высота вертикальной полки вертикального вертикальной части лонжерона 300 миллиметров высота по сидельно-сыпному устройству который у нас здесь три с половиной дюйма на двускатной шиновки 1560 миллиметров сидельно-сыпное устройство ну стандартно она смещена относительно сибалансира вперед вперед смещена на 300 миллиметров ну и общая длина рамы получается свободная часть рамы от кабины и до заднего свеса пять тысяч сто семьдесят миллиметров ну это очень хорошо для для нас как для завода изготовительный надстрой зазор от поверхности дороги до раздачной коробки то есть вот в таком исполнении на односкатная на двускатной шиновки клиренс самое не но самый минимальный размер под раздачной коробкой до нижней части раздачной коробки от поверхности дороги 450 миллиметров за кабиной установлена поперечина на поперечину выведены электропневмовыводы установлен фильтр с электрическим подогревом грубой очистки фильтр сепаратор топлива с электрическим насосом подогревом фара дополнительного освещения для возможности сыпки рассыпки в темное время суток но и видим что подходит установлен позади коробки установлен ретардер стандартная опция для тягача и подходит труба охлаждения то есть ретардер подключен к системе охлаждения двигателя тягача коробка на этом образце коробка механическая 12 g sd т а 200 до 220 btb т-рэб 12 передач вперед 2 назад синхронизированная но видим что тросы управления переключением передач двигатель тот же самый который мы уже много раз видели про которые рассказывали это вечер и пи 12 рядная шестерка мощностью 430 лошадиных сил выхлоп соответствует нормативам евро 5 так но в этом плане все одинаково значит пневматическая подвеска кабины на четырех опорах пневматических установка односкатной шиновки дает увеличение высоты седельно-сцепного устройства на 80 на 80 миллиметров соответственно здесь по сравнению с двускатной шиновкой было 1560 станет плюс 80 миллиметров на односкатной шиновке 1600 1640 миллиметров высота по седельно-сцепном устройство седельно-сцепные устройства одинаковые три с половиной дюйма подшкорен три с половиной дюйма и на том и другом варианте на емкостью 600 литром топливный топливозаборник с подогревом бак алюминиевый один на тягачах 6 на 4 установлены баки увеличенной длины увеличенного объема 700 литров то есть это такое на шасси 500 на тягача 600 и на 6 на 4 тягачах самый большой бак 700 литров один если он установлен один так ну теперь по кабине но в стандартном исполнении как они эти машины идут из кнр у нас отличительная особенность всегда это передний противоподкатный брус который находится под под кабиной в нижней части ну и еще один отличительный признак у нас сверху на кабине на на крыше стоит спойлер регулируемый который можно высоту которого можно изменять угол атаки делать выше ниже с задней стороны предусмотрен соответствует с одной необходимой для этого механизм регулировки но в кабина в до обговорили о том что установлены новые фары это полностью светодиодная оптика с полностью светодиодных галогенных ламп здесь уже нету измененная решетка радиатора но наверное одна из главных особенностей этого тягача то есть установлена система кругового обзора новая панель приборов новый мультируль со скучной частью 10-дюймовый дисплей мультимедиа автономный отопитель кабины видим написано вебаста да вот еще что еще появилось появился вот источник питания на 220 вольт работают бортовой сети автомобиля это инверторный преобразователь мощностью 1200 1200 ватт целых десятых киловатт вот розеточки правда сделано конечно хорошо но розетки китайские тройные то есть можно только да можно использовать переходником вот но тем не менее я думаю что найдутся умельцы которые сюда и либо переделают но либо в магазине можно купить переходник или использовать то есть принципе даже киловаттный чайник можно подключить обычный 220 вольт где стоит пульт управления вот то есть на панели его нету это был такой квест то есть я пытался найти там на верхней полке вот но в результате пришлось спрашивать товарищей и ответ ответ такой вот он да он находится вот управление да то есть если человек не знает для него это будет квест система управления все стандартные то есть управление коробка передач 12 2 назад стояночный тормоз парашют ну и соответственно под под ролевые переключатели моторный тормоз и ретардер ну наверное одна из основных основных причин основных аргументов вернее в пользу вот этого решения во первых это увеличена колесная база 3820 миллиметров тягачи вот в таком исполнении в котором они сейчас перед нами но это стандартное изделие которое выпускается там сотнями сотнями штук в этот самый короткий период тягач это получить быстрее всего срок поставки самый минимальный поэтому мы рассматриваем сейчас мы компания уралспецтранс я имею ввиду рассматриваем вариант изготовления спецтехники на не на шасси использовать седельные тягачи для этой цели то есть на такую такую колесную базу вполне хорошо встанет короткие вернее емкости небольшого размера от из-за отце всевозможные машины вакуумные естественно будут на этой же базе на этом же шасси тягача изготавливаться седельные тягачи скому вот ну и в общем то то есть все для чего может использоваться вся спецтехника для кого-то который может использоваться короткой колесной базы мы планируем изготавливать на базе седельных тягачей под полную массу готового транспортного средства до 25 тонн вот поэтому скоро у нас в обзоре появятся емкости наверно на на шасси на тягачах да в общем мы мы еще не раз или будем говорить и вновь у нас новая техника расширение модельного ряда